Абсолютное единство. Именно так прошел очередной совет депутатов. На повестке дня 13 поставленных вопросов и по всем единодушие, которое не вызывало вопросов, начали с назначений. Так, любимый всеми, в том числе и журналистами, Игорь Щепин возвращается в структуру муниципалитета. Теперь на должность заместителя главы администрации округа по ЖКХ. Хочу сказать, что он очень готовился, ответственно относился к своим обязанностям. Мне не раз приходилось направлять ему депутатские запросы, которые он отвечал, рамотно, эрундированно. И я считаю, что на предыдущей работе парашнока обкатался, и сейчас он как-то не работает. Далее депутаты утвердили в должности начальника департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, всем нам знакомого Владимира Нечаева. Ранее он возглавлял управление сельского хозяйства, человек с опытом и наилучшая на сегодняшний день на новую должность фигура. Главный вопрос исполнения бюджета за 9 месяцев этого года. Состав руководителей финансово-экономического блока у нас стабилен, структура экономики из года в год не меняется, поэтому никаких резких падений или скачков нет. По итогам работы за 9 месяцев 2018 года бюджет городского округа поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 миллиард 934 миллиона рублей. Годовое плановое задание в объеме 2 миллиарда 943 миллиона рублей в целом выполнено на 65,7%. Доклад Надежды Кудиновой депутаты приняли. Далее вопрос об оплате за жилое помещение и изменении порядка приватизации служебных жилых помещений. Не секрет, что у нас сегодня острый кадровый дефицит во многих сферах. В первую очередь, конечно же, здравоохранение. Однако один из депутатов, Юрий Паршуков, попросил еще расширить список. Я прошу поддержать мое предложение и включить вот в тот список, перечень, который находится, областные, государственные, профессиональные, образовательные учреждения. Те именно учреждения, те люди, которые будут готовить будущее нашего Старого Оскола. Одним из последних вопросов стало также согласование кандидатуры Ольги Будеревой на должность директора гостиницы «Русь». Ситуация с этим муниципальным объектом непростая, но надо работать.